Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. Как всегда, напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня нас ждет встреча с очень интересным человеком, большим музыкантом. Но, как всегда, в начале, друзья мои, я хочу познакомить вас с доктором Ларисой Ликвер. Для тех, кто еще не знает Ларису Ликвера, вы знаете, что я о ней достаточно долго рассказываю, но, может быть, кто-то услышит это первый раз. Лариса Ликвер – замечательный врач, физиотерапевт, реабилитолог, аккредитированная на Американской академии боли, а также удостоена в 2012 году звания пионера в ультразвуковой диагностике проблем опорно-двигательного аппарата. Что же это за аппарат? Я вам много раз тоже о нем рассказывала. Он, в своем роде, достаточно уникален. Почему? Исследования проводятся прямо в офисе во время приема, так что не надо дополнительно никуда ходить. Исследования проводятся в динамике, то есть можно посмотреть, что происходит, например, в суставе в процессе болезненного движения. Ультразвуковое исследование абсолютно безвредно, так как не имеет радиации. И ультразвуковая диагностика не противопоказана при наличии письмекера-дефибриллятора, так как не имеет электромагнитных волн. Телефон у вас на экране, адрес тоже. Лариса Ликвер принимает в Бруклине на Бэй-Парковой. И также один раз в неделю она принимает по средам в Манхэттене. У нее очень новый красивый офис на Пятой Эйвеню. Это всего один блок от Гранд Централ. Так что можно тем, кому это удобно, приехать к ней в Манхэттен. И Лариса Ликвер также большой специалист в нетрадиционной медицине. Это пролотерапия, невропролотерапия. Эти методы безоперационные, укрепляющие, восстанавливающие прочность и функцию поддерживающих структур сустава, которые играют жизненно важную роль для восстановления работы суставов и, соответственно, победы над болью. Так что, друзья мои, звоните Ларисе Ликвер, но хочу еще добавить, что она одна из немногих, практически единственный русскоговорящий врач, который входит в международную группу врачей со всех стран, которые занимаются проблемами с суставами. И она вот вместе с этими выдающимися врачами, они приезжают в отсталые страны, ну, будем так сказать, неблагополучные, так будет более правильно. Как правило, это Южная Америка. И вот совершенно бескорыстно, совершенно бесплатно помогают людям, которые приходят к ним, они разбивают такой палаточно-медицинский городок. Я видела фотографии, видела. И вот люди приходят к ним, они им помогают. Так как суставы болят у всех в результате нашей жизни, то больных много. И они еще, так сказать, в этих поездках, они обмениваются своими личными какими-то достижениями, опытами, открытиями в этой области. Так что это очень-очень уважаемая и продуктивная деятельность. Так что звоните Ларисе Ликвер, 718-259-0199, со всеми проблемами с суставом, и она вам обязательно поможет. Ну что ж, друзья мои, я хочу сегодня представить вам человека, которого многие из вас, безусловно, знают. Это Юлиан Милькис, выдающийся музыкант, кларнетист. Он много раз бывал у нас на студиях, на одной, на другой, на третьей. Все то, что смотрит наше русскоязычное население. И как-то так получилось, мы с ним как раз говорили об этом, что как-то я не оказалась в сфере его знакомств, хотя вокруг все одни знакомы и общие. Но жизнь справедлива, поэтому я познакомилась с Юлианом. И замечательный совершенно человек, очаровательный собеседник. Вы сегодня в этом убедитесь. Но для начала я хотела бы, чтобы для затравки мы послушали Чайковского, неаполитанскую песенку. Те, кто занимался музыкой, безусловно, помнят этот детский альбом Чайковского, чудные мелодии. Давайте послушаем. КОНЕЦ КОНЕЦ Чудесная совершенно запись, изумительная. Для тех, кто не знаком с Юлианом Мелькисом, я очень быстро в двух словах скажу просто, что родился он в Одессе. Как вы знаете, бывших одесситов не бывает. Но, тем не менее, после рождения, через буквально короткое время, его родители увезли в Ленинград, где он и произрастал, и в пять лет уже он начал учиться в специализированной музыкальной школе при консерватории. То есть, понятно, что у музыкантов родился музыкальный ребенок, который сегодня стал всемирно известным, признанным классическим и джазовым кларнетистом. Так что я с огромным удовольствием представляю вам в эфире Юлиана Мелькиса. Юлиан, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно быть здесь. Хочу сразу поправить. Я без мягкого знака. Да, я знаю. Так как бы по-русски произносится как-то иногда. Да. В общем, приятно. Спасибо за приглашение. Спасибо. Я рассказала начальную часть вашей жизни, Юлиан. Ну, не все знают про вас, так сказать, подробности вашей биографии дальнейшей. Но мне бы хотелось, чтобы вы коротко немножко рассказали о себе. И все же с пяти лет в таком серьезном заведении музыкального вы начали учиться. И, насколько я знаю, сначала не на кларнете. Как дальше развивались события. Я должен сказать, что я в спецмузшколу при консерватории поступил не в пять лет, а в семь. В пять лет я начал просто учиться. Учиться на фортепиано. И вообще, я должен сказать, что у меня не было выбора. Потому что родители музыканты. Папа работал в потрясающем оркестре Муравинского. А мама преподавала камерный ансамбль в училище Мусоргского. Это такой колледж. Тоже очень хороший. До сих пор существует. В Ленинграде, в Петербурге сейчас. И, так сказать, меня просто определили на рояль. И надо было заниматься. Ну, вы же не возражали? Ну, меня никто не спрашивал в пять лет, что я могу сказать. Нет, но дети могут бунтовать. Я бунтовал потом, да. Да, потом бунтовал. И меня я очень благодарен, что меня с очень раннего возраста вводили в филармонию на всех замечательных исполнителей. Например, я помню, пожалуй, первый концерт, на который меня повели родители. Это Исаак Стерн. Приезжал из Нью-Йорка. Я играл концерт Бетховена, мне было пять лет. Ничего себе, да. Вот, и я это прекрасно помню. И потом я у него слышал этот концерт Бетховена в самых разных местах. И в Торонто, и в Нью-Йорке, и в Москве. И это был просто один из лучших исполнителей этого концерта. Ну, вот кого я слышал. Живем и вообще совершенно удивительный музыкант. Да, конечно, я обожаю его записи. Да, да. Юлиан, ну а как случилось, что вы от фортепиано перешли на кларнет? Вы знаете, история довольно простая. То есть, вот это я уже учился в школе, и вот в этом возрасте меня на кларнет перевели в 11 лет. Вот, я абсолютно не хотел заниматься на рояле. То есть, всячески этому препятствовал. Я даже брал бритву и резал подушки пальцев. Вот, и какую-то вешал родителям на уши лапшу, говорил, что вот этот рояль был старый, что это вот об костяные клавиши. Я резал пальцы, конечно, полная чепуха. И на годовом экзамене я получил 4 с плюсом. Это было равносильно абсолютному провалу. Вот, и вот был семейный совет, и решили меня наказать. Вот. А я очень обрадовался, потому что на кларнете, но только начинаешь заниматься, заниматься надо было немного. Да. Репертуар с фортепианом, это просто даже смешно сравнивать. В 11 лет надо на рояле уже очень много заниматься. Вот, и я как-то так плыл по течению, и, в общем, у меня были хорошие педагоги, и, как бы, вот, первый педагог, когда я начал с ним заниматься, он сразу сказал, у тебя очень красивый звук от природы. Вот, но вот я на этом звуке очень долго и вылезал. Вот здесь я, Юлик, Юля, я хотела бы, Юлиан, извините, так как мы уже перешли на другой, иногда вот ошибаюсь в силу большой симпатии и той теплоты, которая у нас возникла в разговорах и общении. Я хотела бы спросить вас, вот меня очень интересовал этот вопрос, извините, что я внедрилась, но почему именно кларнет? Вы в него влюбились, ведь мог быть, я не знаю, саксофон, труба, я не знаю, скрипка, в конце концов. Почему именно кларнет? И вот из духовых именно кларнет. Что это за инструмент? Чем он вас так привлек, помимо того, что вас заставили? Вот меня первоначально, вначале никак не привлек. Меня просто вот перевели на кларнет, и я стал заниматься. Вот, но уже позже, конечно, я влюбился в кларнет намного позже. Вот. Кларнет – это самый близкий инструмент к человеческому голосу, к вокалу. Да. А вокал – это и есть самый главный инструмент. Вот. И на кларнете можно, ну, если правильно играть, можно делать совершенно удивительные вещи со звуком. А вы сказали, что вам ваш учитель первый сразу сказал, что у вас особенный звук. Это определяется сразу? Вот ребенок взял и сыграл. И нельзя этому научить, вот этому особому звуку? Можно. Можно научить правильному звуку. Но если нет в звуке красоты, этого научить очень сложно. Я думаю, что это на любом инструменте. Особенно это характерно, скажем, для фортепиано, потому что, ну как, это, в общем-то, ударный инструмент клавишный, да? Да. На одном и том же инструменте играет один пианист, и это никак. Играет другой, и это волшебно. Это сердце, это то, как человек, играющий, слышит звучание. Вот. И поэтому, да, можно откорректировать, многому научить. Но если первоначально вот этого волшебства нету, то тогда его и не будет. Вообще интересно. Вот, видите, мы привыкли к тому, что есть талант играть на скрипке, да, играть на фортепиано. Ну, я так понимаю, что в каждом, наверное, инструменте, в том числе и в калорнете, и ваш случай это доказывает, должен быть талант именно к этому инструменту. Да, вы знаете, я должен сказать, что я никогда не был вундеркиндом, и у меня инструментального таланта, кроме звука, у меня не было. Но мне все стоило, чего вот я добился, каторжной работы. То есть я особенно вот, когда я переехал в Нью-Йорк. Да, вот я хотел узнать, да. И я попал просто к величайшему педагогу. Это как ауэр кларнета. Леон Русианов, у которого учились просто все первые кларнетисты, все солисты американских оркестров и все солисты кларнетовые. И вот он как бы стал моим нью-йоркским отцом. Он меня очень оберегал, и когда я к нему пришел, я технически отставал. И он меня взял, я когда ему поиграл, то есть мне уже 20 лет было, и он мне сказал, что я, по идее, тебя не должен взять, потому что ты технически очень отстаешь. Ты, говорит, знаешь, какой тут уровень? Я говорю, конечно, знаю. Но он говорит, что я просто вижу, что ты такой талантливый, что я себя никогда не прощу, если я не попробую. Благородно как. Да, очень. И он сказал, что мы давай договоримся, если ты принимаешь условия, которые я тебе предлагаю, тогда я тебя беру. Если нет, то мы расставимся. И он мне написал просто систему каждодневных занятий. И это получалось 8-9 часов каждый день. Боже мой. Да, да, да. И я тогда снимал квартиру с моим старым другом. У нас была такая односпальная квартира, у каждого по комнате. И он в конце года сказал, слушай, ты знаешь, давай ищи другую квартиру. Я не могу выносить 9 часов кларнета в день. Это просто невозможно. Ничего себе. И у меня вот я вот так занимался примерно 2 года. А на третье уже меньше, скажем, 5-6 часов. Но у меня была такая рутина, которая состояла... Ну, такие технические, буду говорить, вещи. Обязательно длинные ноты. Это развивает звук. Обязательно гамма-этюды. Ну, и там уже упражнения стакката. Каждый день где-то я на это потратил час. Но вообще это все, что вы говорите, я так понимаю, что вот без таких усилий титанических не получается мировых признанных музыкантов. Нет, вы знаете, есть как бы от природы, вот технически совершенно одаренные, вот только что. То есть это огромная потеря вообще для музыкального мира, но для кларнитового точно. Буквально 2 дня назад умер легендарный Стэнли Дракер, который 60 лет проработал в Нью-Йоркской филармонии. И он тоже учился у Леона Русианова. И Леон мне рассказывал, что Стэнли к нему пришел, ему было 12 лет. И он мне сказал, что ты не поверишь, он в 12 лет играл так, как ни один кларнитист технически. У него просто вот был невероятно одаренность технически. Ну, слава Богу, Юлиан, дай вам Бог здоровья, вы тоже у нас признанная величина в мире. Не, ну просто мы как бы разными путями. Да, я понимаю, но все же природа создает музыканта. Я в этом уверена. Я училась музыке, и было явно, что я не музыкант. Хотя я там за 4 года прошла 7-летку. Но ничего с музыкой не случилось. Я с возрастом понял, что если человек очень одаренный, то это даже хуже. Ну да, меньше занимается. Да, он меньше занимается, как бы вылезает за счет таланта. Да, ну это во всем так. А я просто знал, что мне надо работать. Но я хочу сделать акцент еще на одном вашем учителе, Бенни Гудмане, выдающемся джазовым классическом кларнитисте. У нас есть вот фотографии его. И ведь считается, что у него нет учеников. Он не брал учеников. И вы считаете единственным его учеником практически. Да, вы знаете, это было довольно забавно. То есть я уже был кларнитистом во все. Я должен был играть вот в середине ноября. Это 83-й год. Мой дебют в Кормеги-холл. Я выиграл конкурс. И я на урок пришел к своему педагогу. И тот просто как бы так заметил, что я был пару дней на концерте. Там был Бенни Гудман, и он себя так неколлегиально повел. Играла кларнитистка известная. Ему не понравилось. Он встал прямо во время концерта. И через весь зал вышел с ужасным выражением лица. И когда я это услышал, я понятия не имел, где Бенни Гудман живет. Хотя я пару раз был на его концертах. И я говорю педагогу, я бы хотел ему поиграть. Потому что я играл в Кормеги-холл. Произведение для него написанное, которое он записал с Беллой Бартоком и Йожифом Сегетти. Это знаменитые контрасты. То есть кто как не он мог подсказать. И меня педагог стал говорить, что не говори глупости. Во-первых, он не преподает. Во-вторых, он вообще абсолютно нелюдим. Он не любит коллег. И он даже с тобой разговаривать не будет. Но так как я был такой упертый человек, я все-таки до него дозвонился, но до секретарши. Она меня расспрашивала, какие-то вопросы задавала. И он мне перезвонил буквально через 15 минут. И это было воскресенье днем. Он меня пригласил прямо в понедельник утром к нему. И когда я позвонил моему педагогу рассказать все это, он, зная, что я большой шутник, он думал, что я его разыгрываю. И довольно долго. Я, наверное, минут 15 его убеждал, что это не шутка. И я к нему пришел, конечно, волновался, ничего не сказать, как я волновался. Я не буду в подробностях рассказывать, потому что я эту историю рассказывал сотни раз. Но когда я уже вошел в квартиру, и он сел, и это был настоящий король. И как он был даже у себя дома как одет. Всегда галстук, пиджак, роскошные брюки. Никаких тапок всегда в туфлях. И когда я начал, он говорит, ну давай играй. И я начал играть, и я не мог сыграть ни одной нотой. И тогда он меня спросил, а ты волнуешься? И, в общем, я нашел единственно правильный ответ. Я ему сказал, что если бы вы были на моем месте, вы волновались. Ему это страшно понравилось. Он сказал, да, я думаю, что да. И потом он сказал, что ты не волнуйся, я пойду попью кофе, а ты разыграешься. И вот он пришел через 15-20 минут. И все, я уже взял себя в руки. И я помню, что у нас первый урок длился 4 часа. Ничего себе! Да. И я видел как бы по его лицу, и то, что он взял инструмент, он стал тоже играть. И как бы главное, конечно, что я от него взял, это все это время, что я занимался, он все время играл. И я вот слышал этот его волшебный звук, вот это его неповторимая вибрация, прямо рядом, рядом с собой. И, конечно, это не могло не сказаться. И он абсолютно поменял мой звук, потому что я тогда был такой мачо-кварнитист, играл на очень тяжелых тростях, надо было громко, очень быстро. И вот он меня от всего этого отучил. И, в общем, сделал во многом вот то, что сейчас есть. Ну вот я хотела бы, чтобы мы послушали, у нас есть то, что вы играете, Бенни Гудман и Smooth One. Давайте послушаем. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Очень красиво в конце. Юлиан, время летит бесконечно, а у нас уже, я хочу, чтобы наши зрители послушали много фрагментов из того, что вы играете. Но я даже не могу перечислить, вот передо мной лежит то количество выдающихся музыкантов, с которыми вы играли по всему миру, с выдающимися дирижерами. В каких концертах вы принимали участие? Это просто еще полпередачи, я буду, так сказать, перечислять. Поэтому я хотел бы, чтобы вы буквально в нескольких словах сказали, как для вас открылась возможность вот так ездить по всему миру, признание, которое к вам пришло. Потому что я хотел бы, чтобы прозвучал еще изумительный фрагмент из концерта Мендельсона. Давайте вот немножко расскажите. Это не концерт? Концертная пьеза? Да, концерт Штюка, да. Она такое интересное слово, я его даже никогда не слышала, честно говоря. Ну, расскажите, пожалуйста, каким образом вы вышли, так сказать, на мировую уровень? Вы знаете, опять-таки это был довольно длинный путь, и начиналось это все потихонечку-потихонечку. Ну, сначала я начал играть здесь, по Америке, в Канаде, конечно. Сначала какие-то небольшие концерты, потом стали вдруг приглашать в Европу. И тоже я подолгу там задерживался, много начал играть. Ну, в общем, карьера не была у меня быстрая, как вот у некоторых, как, скажем, возьмем Женю Кисина или Максим Бенгеров, которые просто звезды были, молниеносные, да? Да, да. У меня это длительный процесс был. Вот, и потом мне просто очень, как бы, везло на композиторов, с которыми мне удалось общаться, и которые для меня писали, и на музыкантов, с которыми я знакомился, и мы начинали вместе музыцировать. И вот, как бы, из раннего, ну, не такой уже ранний период, мне было, наверное, лет 30, когда мы познакомились с Валерием Афанасьевым, и много вместе играли, выдающийся совершенно музыкант, и философ, и писатель. И у нас, мы, к сожалению, вот только один диск записали, но играли очень много, и очень много общались, и это огромное влияние было на меня, и как на музыканта, и вообще как на человека. Ну, вот то, что я хотел бы сейчас сыграть с Александром Рудиным, ведь тоже это выдающийся музыкант. Абсолютно, это один из моих самых любимых. И музыкантов, и людей, это выдающийся, совершенно уникальный виланчелист, замечательный дирижер. Я, к счастью, с ним, ну, в общем, ну, не так много, но энное количество. Раз играли мы, я с ним играл как с дирижевом, и прекрасный пианист. Да, вот я хотел бы, чтобы мы послушали очень красивую вещь. Абсолютно. Абсолютно. Юлиан, ну, я хотел бы, чтобы мы закончили нашу первую часть, которая пролетела вообще стремительно. Вашей дружбой, историей вашей дружбы с выдающимся человеком Виктором Некрасовым. Исключительно качеств человеческих и героических Виктора Некрасова, который мы все любили, которым мы зачитывались, и восторгались тем, как он всегда вел, как он был феноменально порядочен, вот, с историей с Бабием Яром, с тем, что его практически выгнали из страны, как он продолжал свою деятельность. И вдруг у вас дружба с ним. Вот у нас сейчас фотография, где вы с замечательным Виктором. И как это случилось? Вы были совсем молодой человек. Вы знаете, это очень странно было. Это было... Мы познакомились в Вермонте, где я когда-то... Я там учился в аспирантуре по русской литературе, филологии. И один семестр даже там что-то преподавал. Вот. А потом меня, как бы, скажем так, за аморальное поведение меня... И я приехал просто на следующий год, когда я уже никакого контакта с этим университетом не имел, к моему приятелю. Он мне сказал, ты знаешь, что здесь Виктор Некрасов. А Виктор Некрасов был просто один из абсолютно моих любимых писателей, или, конечно, в окопах Сталинграда. Ну, конечно. И Кира Георгиевна. Ну, много всего. И я спросил, а можно на его лекцию прийти? Я ведь теперь, в общем, я не в университете. Он сказал, я у него спрошу. И он разрешил. И я пришел и сел в дальнем углу, слушал. Потрясающе было интересно. Это о советской литературе. И как он сам это называл, он никогда не делал никаких конспектов. Он называл эти лекции «Милый треп». Просто рассказывал всякие истории, байки. Очень интересно. И потом, в конце лекции, он у этого знакомого говорит, это вот твой приятель, ну, пусть он подойдет. И я к нему подошел, и как-то мы разговаривали. И он мне говорит, а может, мы пойдем посидим в Папу Джона. Это такой маленький кабачок был. Говорит, по кружечке пива выпьем. Я говорю, с удовольствием. И мы вечером там встретились. И как-то так мы засиделись просто до полночи. Хотя вообще не совсем понятно. Он был абсолютно мировая знаменитость. Умудренные опыты. Военный, который прошел всю войну и был ранен. И был один из вот этой кучки людей, которые остались в Сталинграде. Да. И я был мальчишка, но мне было 20 лет, 21 год. Что-то такое. Вот. Ну, и как-то вот возникла совершенно удивительная дружба. И потом он меня пригласил в Париж. И я на следующем летом я приехал в Париж к нему. И жил у него три недели. Потрясающе. Да. И мы гуляли. Он и все показывал. И вообще это было совершенно невероятное общение. И он меня познакомил с человеком, который стал самым моим близким другом. Сергей Мажаров. Совершенно талантливейший. Вообще талантливейший человек и талантливейший бизнесмен. И как раз вот потом, когда началась, уже в преддверии перестройки, он начал туда ездить, какие-то бизнесы. И его, к сожалению, его бывший партнер заказал, его убили, ему было 36 лет. Ужас. Но я хотел бы, я хотел бы зачитать буквально, ведь после вашего концерта в новом русском слове, Некрасов написал про вас. Должен признать со всей откровенностью, вечер этот превратился для меня в праздник. Настоящий праздник. И я хотел бы мне сказать что-нибудь вразумительное по поводу его исполнения. Но тут я пас. Могу сказать только, что присутствовал этот вечер на неком явлении настоящего искусства. А это не часто случается. Но из уст Виктора Некрасова получить такое признание, мне кажется, это очень важно. И, наверное, это дружба для вас навсегда. Не может быть по-другому. Я понятия не имел, что он что-то собирается написать. И я уже улетел, я довольно быстро после этого улетел в Нью-Йорк. У меня концерты здесь были. И мне звонит вот этот Сережа и говорит, а ты новое русское слово читаешь? Я говорю, ну вообще редко. Он говорит, а ты выйди, тогда эта газета продавалась на каждом месте. Выйди и купи сегодняшний номер. Я вышел и увидел там эту большую статью, конечно, очень трогательно. И я вообще все эти критические статьи, конечно, я не храню, потому что за годы их просто тысячи. А вот эту, конечно, я храню, потому что это такая память. И он никогда не писал о музыке, ни до, ни после. Но вообще это подарок. Вам судьба принесла такой подарок, дружбу с таким выдающимся человеком. Друзья мои, мы уходим на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. И мы продолжим наш интереснейший разговор с Юлианом Милкисом. Реабилитационный центр «Шорвью» – один из лучших в Нью-Йорке, но самый лучший для ваших родных. Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувства юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Старая, старая сказка. Наступает самая сказочная пора. В этом году театральная гостиная «Дэвидзен Радио» с радостью приглашает малышей и их родителей на волшебное, феерическое представление «Новогодний бал для солушки». Вас ждут невероятные приключения, ёлка, хороводы, сладкие угощения и встреча с любимыми сказочными героями. Злющая мачеха и коварные сёстры будут всячески мешать. Но король, принц и Дед Мороз, конечно, спасут праздник. Приходите и помогите солушке исполнить свою мечту с 24 по 30 декабря в 12 и в 3 часа дня в гостиной «Дэвидзен Радио». И дополнительные сказки 31 декабря и 2 января в 11.30 и в 2. Билеты в театральных кассах и на сайте театр.ком. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator. 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьёв, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. По статистике специалистов «Дэвидзен Амбуланс Ассист», русскоязычное население Америки отличается тем, что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить, что часто последняя минута – это слишком поздно? Забудьтесь о своем здоровье вновремя. Запишите телефон скорой помощи «Дэвидзен Ассист». 1-888-710-0303. Здоровье ваше вам решать. Мои дорогие, я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Будьте здоровы, будьте счастливы, несмотря ни на что. Все равно будет свет, а свет он всегда побеждает. Радуйтесь каждому дню, дарите тепло своим родным, близким. Пусть ваши сердца наполнятся Божьей благодатью. Пусть для вас открываются все двери радости, света и вдохновения. Храни вас сегодня. Друзья мои, мы вновь с вами. И я напоминаю, что это «Контакт», который по понедельникам веду Ясима Березанского. У нас сегодня замечательная музыкальная программа. И прекрасный музыкант в гостях – Юлиан Милкис. Но, как всегда, в начале второй части я вновь напоминаю о докторе Ларисе Ликвер и о том, что она специализируется также на болях в коленах. Так что вы можете избавиться от этих болей быстро и без операции из шрамов. В ее современном центре физической медицины и реабилитации она поможет вам избавиться от этих болей с помощью уникальной процедуры введения специальной смазочной жидкости в коленный сустав под контролем ультразвукового оборудования, гарантирующего точность попадания препарата в сустав. Данный метод не имеет побочных эффектов. Доктор Ликвер имеет высокопрофессиональную подготовку и большой опыт в проведении этой процедуры. Она также специализируется в лечении различных причин суставных болей, остеоартриты, подагра, бурсит, ущемление сухожилий мышц плечевого сустава, синдромы корпального канала, боли онемения в руках и ногах, боли в шее и спине поясницы, ограничение свободы движений в плечах, коленях, тазобедренных суставах, спине и других зонах. Так что с любыми вопросами по проблемам опорно-двигательного аппарата и для записи на прием звоните доктору Ликвер, телефон у вас на экране. Она принимает в Бруклине на Бейпарковой и также один раз в неделю по среду она принимает в Манхэттене на Пятой Эйвеню. Это всего один блок от Гранд Централ. Так что если вам удобно, вы можете приехать и туда. Я хочу еще добавить, что доктор Ликвер исключительно внимательно относится к новшествам, которые появляются в ее области медицины. И вот в частности одна из последних процедур касается тех людей, у которых хронические, вялотекущие воспалительные процессы в коленях, в результате чего скапливается вода в колено. И это причиняет совершенно ужасную боль, и человек не может ходить. Так что вот доктор Ликвер применяет такую процедуру, она промывает колено специальной жидкостью, потом вводит лекарства. И боль уходит, и это, так сказать, 80% помогает... Кому? Помогает... Кому? Что-то происходит? Чего? Даже эфир идет. Юра. Извините, пожалуйста, у нас небольшая получилась загвоздка. В общем, звоните доктору Ликвер при всех проблемах, связанных с уставами. Обязательно вам поможет. Ну что ж, друзья мои, мы возвращаемся к нашему гостю. И я вновь с огромным удовольствием приветствую эфирю Юлиана. Юлиан, здравствуйте еще раз. Еще раз спасибо, что в эти праздничные дни вы с нами. И мы беседуем о том, что такое настоящая музыка, и что такое изумительный кларнет. И я хотела бы начать нашу вторую часть с очень важной для вас музыки, для композитора. Я знаю, что он сыграл огромную роль в вашей жизни, музыкальной. И я, к сожалению, не была с ним знакома, но его окружение прекрасно знало. Не говоря о том, что мы все прекрасно знали его изумительную, чарующую музыку. Это Гея Кончелли. И я хотела бы, чтобы вы рассказали немножко о том, как случилась ваша связь вот такая замечательная и плодотворная с этим изумительным композитором. Да, ну вы знаете, я о нем вообще ничего не знал, потому что меня увезли из Советского Союза очень давно. А фильмы не смотрели советские? Ничего не смотрели. И я ехал, это был, наверное, 87-й год. Я ехал на машине из Нью-Йорка в Массачусетс на концерт. И просто крутил радио еще никаких этих самых CD. Дисков никаких тогда не было. И я вдруг услышал музыку, она меня настолько поразила, что я съехал с дороги. И объявили, играл Boston Symphony. И объявили, это был Гея Кончелли. Я не знал, кто это. И я был просто настолько потрясен, что когда я вернулся в Нью-Йорк, я побежал в Tower Records, это был главный пластиночный магазин. Да, помню. Угольтка центра, да. Его уже, к сожалению, давно нет. И спросил у продавца, есть ли что-то. Он сказал, да, да, есть, есть Гея Кончелли. Вот, и я купил все, что там было. Но в то время еще не так много было. Но потом, в общем, я стал следить. Ну, конечно, никакого ни интернета, ничего не было тогда. Что-то у кого-то всегда расспрашивало у музыкантов. Какие-то такие обрывочные сведения были. И вот спустя, наверное, 9 лет, совершенно случайно, мы с ним познакомились в Германии. Там был небольшой фестиваль такой между Гамбургом и Берлином. И был прием в замке. Я увидел там, в углу за столиком это было, в саду, сидел такой пожилой человек, который вообще не улыбался, с красивой женщиной. Вот, и я спросил у директора фестиваля, кто это сидит. Он сказал, а это Гея Кончелли с женой. И я просто совершенно обалдел. И попросил, чтобы он меня представил. Он меня подвел. И Гей очень-очень симпатичный. Человек абсолютно мало. Малоразговорчивый, но он почти в основном молчал и слушал. Но мы общались, я говорил с его очень, с замечательной женой Люлей. И потом уже как бы в конце вечера я сказал, Гиги Александрович, мне будет очень приятно пригласить вас. Я на этом фестивале играю большой концерт. И если вы захотите, я буду очень рад вас видеть. И он совершенно без ничего на лице не изменилось. Он мне сказал, Юлик, вы очень симпатичный молодой человек. Я ненавижу кларнет. Вот это было начало нашего знакомства. Юлиан, ну давайте, вот я хочу, потому что у нас дальше как раз пойдет разговор подробнее о том, что вы играете. Но я хотела бы для начала, чтобы прозвучало ваш дуэт с Полиной Осетинской, очень красивой. Геи Кончелли. Давайте послушаем. Геи Кончелли. Геи Кончелли. КОНЕЦ Ну, такая яркая вещь, но у него, в принципе, всегда более такие минорные вещи, да, тихие, какие-то вкратчивые. Ну, да, как бы не характерно. Да, я поэтому хотела поставить это, потому что хотел бы, чтобы мы перешли к ночным молитвам, невероятным совершенно. И вот... Да, я тут перед тем, как вы поставите, я должен рассказать, как это все произошло. Вот после того концерта в Германии, в общем, ему понравилось очень, и он мне предложил встретиться, мы жили в годной гостевице, и сказал, что у меня есть одно произведение, которое, как бы, я недоволен. И когда я вас слышал сегодня, мне показалось, что это для вас музыка. Вот. И он мне показал эту партитуру, это было не для кларметы, это было в оригинале написано для кронос-квартета знаменитого. Вот. И он сказал, что я, если вы хотите, я для вас это переделаю. Ну, я просто, я помню, я захлебнулся от счастья, и говорю, ну, конечно. Вот. И он это переделал, где-то через месяц он мне прислал ноты. Вот. И я это сразу вставил в программу, в гастроли по Голландии, с голландским оркестром, хотя там должен был играть совершенно другое, это стоило каких-то усилий и с моей стороны, и со стороны дирижера, чтобы сменить программу. Вот. И когда я стал этим заниматься, я помню, где-то через неделю я ему позвонил и сказал, Гей Александрович, ради бога, простите меня, это невозможно сыграть. Я это не могу сыграть. Это на клармете сыграть невозможно. И он мне сказал, ну, Юлик, вы талантливый человек, ну, придумайте что-нибудь. Вот. И вот я стал думать, что же, а как же быть? Потому что, значит, трудность этого, потому что там практически всё не просто тихо, а это шёпот. Да. И негде дышать. Там некоторые фразы, и это просто одна нота, которая идёт на пиани-пианиссимо. Скажем, минуту. Вот. И невозможно вздохнуть негде, потому что это сломает фразу. Вот. И в то время я уже, конечно, знал про перманентное дыхание, и молодое поколение очень многие этим пользуются. В моём поколении только один кларметист. Это делал этот замечательный Чарли Найдих. Но это в основном делается на технике, и когда это громко. И я стал придумывать, вот как же мне это... И, в общем, ну, я придумал такую свою целую систему, как это делать, ну, чтобы это сделать, так сказать, перфектно, на это ушли годы. Но через какое-то время я смог это... смог играть, и начал играть вот эти ночные молитвы, то есть это стало вообще моей визитной карточкой. Да. Ну, вот я хотела бы, чтобы мы послушали этот фрагмент, и это фрагмент из вашего выступления в Одессе. Это отдельная наша тема сегодня. Да, да. Но я хочу сказать просто для наших зрителей, это слушать надо все, полностью это произведение. Но у нас нет такой возможности, потому что ты проникаешь в эту мистическую музыку, которая кажется однотонной, как бы повторяющиеся ноты, какие-то паузы. Ну, это магическая совершенно музыка. Я надеюсь, если кто-то заинтересуется, вы найдете это на интернете. Я вам очень советую. Пожалуйста, давайте послушаем фрагменты из ночных молитв. Само понятие ночные молитвы, это просьба к Всевышнему, понятно, да? И Одесса. Это все заместилось. И давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Юлиан, у меня для вас сюрприз. Наш с вами общий друг разрешил мне использовать фрагмент из его программы. И вот, вы, конечно, это знаете, вы сделали несколько передач, даже фильм, по-моему, с Григорием Антимони, который мы все прекрасно знаем и помним. Но мне захотелось сегодня, как новогодний подарок, поставить еще раз для вас и впервые для нас то, что говорил Гея Кончелли о вас. Ой, как приятно. Давайте посмотрим. Я очень рад тому, что это произведение, которое, я написал на паре, для саксофона, что оно продолжило свою жизнь версии для фрагмента. Инициатором существования такой версии является Гея Кончелли. И я преклоняюсь перед ним и благодарю его за то, как он исполняет мою музыку. Ну, признание композитора еще такого, это просто подарок, конечно. Сколько у вас подарков, Юлиан, в жизни? Подумайте же, это просто с ума сойти, как судьба вас любит. Гея, это просто действительно от Бога подарок. Но я хотела бы, чтобы вы рассказали про Одессу. Скажу честно, друзья мои, вот как-то я вам говорил в первой части, что как-то вот так обошло меня знакомство с Юлианом. А моя подруга позвонила осенью еще и сказала, Сима, ты должна обязательно сделать интервью с потрясающим музыкантом, кларнетистом, который приехал в Одессу, там такой фурор, он просто специально приехал в Одессу, чтобы дать бесплатные концерты. Таким образом, я вышла на Юлиана, но были разные обстоятельства, и я очень рада, что сегодня мы соединились. Почему Одесса? Вы там только родились. Вы знаете, это сложно объяснить. Я просто, когда началась эта война, я, ну, как все нормальные люди, я просто из жизни выпал, я ничего не мог делать. И вот я проснулся здесь, в своей квартире, это было весной, и понял, я просто, я не мог функционировать, ни есть, ни пить, ни спать, ничего. И я вдруг ночью понял, что я хочу поехать в Одессу, я должен это сделать. Вот, и связался с помощью разных людей, друзей, они организовали вот этот мой приезд, и концерт был, первый концерт был в оперном театре, уникальном, один из самых красивых оперных театров в мире. Да, у нас есть фрагмент. Юлиан, вы не возражаетесь, мы сейчас поставим. Да, конечно, конечно. Замечательно, это тоже очень красиво, это композитор Скорик, мелодия, это считается вторым гимном в Украине, да? Да, да. Давайте послушаем. После столовой войны, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну это вот концерт для скрипки и кларнета, но у нас есть еще, мне очень понравилось еще, Юлиан, хочу, чтобы люди услышали замечательные перепевы Гершвина. Давайте послушаем тоже. Я сначала хочу сказать, что этот концерт, это «Ратиссимо» Александр Гольштейн. И специально для вас написал. Да, да, и скрипач, там Сергей Дагадин, это первая премия одного из последних конкурсов Чайковского, и вообще это, конечно, просто замечательное произведение, основанное на темах «Ненарота». «Ненарота», да. Давайте послушаем. «Ненарота» 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 Ну вот, небольшой фрагмент. Юлиан, наша программа пролетела в одномоментно просто. Поэтому, друзья мои, я хочу еще сказать, что Юлиан является кавалером Мальтийского ордена, что является большой редкостью за его заслуги музыкальные. И я хочу вам пожелать, Юлиан, и дальнейших успехов, очень хорошего года наступающего и всех последующих. Очень надеюсь на следующие встречи, может быть, более с конкретным материалом. Да, взаимно, спасибо большое. Я просто хотел сказать, что я буду играть в Нью-Йорке 5 февраля с джазовым трио Максима Любарского, потрясающий пианист, который живет в Бостоне, кстати, тоже из Одессы когда-то. Это «Кингсборо». Это 5 февраля, и поэтому, если... Следим за рекламой. Это будет такая программа приношения моим учительам. Спасибо большое. Обязательно об этом поговорим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!